В этом ролике я вам покажу самые опасные нападения диких животных. Вы узнаете, почему лучше не стоит выпендриваться перед гориллами или пытаться подружиться с медведем. Обязательно смотрите видео до конца, ведь это может спасти вам жизнь. Приятного просмотра! Начну я, пожалуй, с очень поучительной истории. Весной 2015 года в зоопарке Амахи, расположенном в штате Небраска, произошел необычный случай. Маленькая девочка, увидев самца гориллы, была сильно впечатлена его поведением. Малышка, не осознавая последствий, начала копировать движение гориллы, надеясь повторить его грозный жест. Однако этот могучий примат воспринял действие ребенка как вызов и ответил с яростью. Раздраженный зверь мощно ударил по защитному стеклу своего вольера, пытаясь прорваться наружу, чтобы преподать урок смелой подражательнице. Гориллы, как и другие могущественные животные, часто используют удары по груди, чтобы продемонстрировать свою силу и доминирование. Вероятно, горилле не понравилось, что кто-то осмелился подражать ее манере поведения. К счастью, прочное стекло выдержало натиск, хотя на нем и появилась трещина, что вынудило персонал зоопарка немедленно эвакуировать всех посетителей, включая испуганную девочку и ее родителей. Этот инцидент напомнил о том, что животные не игрушки, и их поведение может быть непредсказуемым и опасным. Но если бы эта девочка оказалась лицом к лицу с гориллой в дикой природе, исход мог бы быть крайне трагичным. Так же, как и для героев, о которых пойдет речь далее. Совсем недавно в зоопарке Северной Каролины произошел трагический случай. Лев напал на сотрудников и убил 22-летнюю стажерку Александру Блэк. Инцидент случился в парке дикой природы «Консерваторс-центр» – учреждении, которая, как оказалось, даже не имела необходимой аккредитации для обеспечения безопасности своих сотрудников и посетителей. Этот случай наглядно подтверждает, что нужно всегда соблюдать стандарты безопасности. Но не только современные трагедии заставляют нас задуматься о взаимоотношениях человека и хищников. Например, следующая жуткая история легла в основу фильма «Призрак и тьма», где главные роли сыграли Вэл Килмер и Майкл Дуглас. В 1898 году, во время строительства железнодорожного моста через реку Цава в Кении, британские рабочие столкнулись с ужасающим кошмаром. Пара львов начала нападать на членов команды, превращая стройку в настоящее поле боя. Рабочие пробовали разные способы отпугнуть хищников, но те не отступали. В конце концов, инженер-подполковник Джон Генри Паттерсон взял инициативу в свои руки и застрелил обоих львов. Первоначально сообщалось, что жертвами нападений стали 135 человек, однако более поздние исследования Полевого музея показали, что число погибших составляло около 40. Теперь давайте я расскажу про других представителей подсемейства больших кошек, а именно про тигров. Их невероятная сила, молниеносная скорость и мастерство охоты делают их безусловными хозяевами джунглей. Однако иногда эти великолепные создания становятся смертельной угрозой для человека. Этот жуткий инцидент был запечатлен в заповеднике Сундарбан в Индии. На кадрах видно, как отважные местные жители пытаются отогнать разъяренного тигра от своей деревни. Однако ситуация стремительно выходит из-под контроля, и хищник решает напасть на их лодку. К счастью, быстрые удары палкой по воде напугали тигра, и он отступил, не успев никого ранить. Но все это цветочки по сравнению с тем, что тигры вытворяли ранее. Например, в 1900 году один единственный тигр, известный как тигр из Чемпавата, унес жизни более 400 человек. Нападения начались в Непале, и для поимки хищника были привлечены военные, но все их усилия оказались тщетными. Тигр пересек границу с Индией и продолжил свои кровавые атаки, несмотря на неоднократные попытки индийского правительства организовать охоту на него. Все это продолжалось целых 7 лет. Наконец, для решения этой проблемы был приглашен опытный охотник на тигров Джим Корбетт. Изучив останки жертв, Корбетт пришел к выводу, что тигр начал охотиться на людей после того, как пуля повредила его клыки, что сделало невозможным охоту на привычную добычу. Всего одно неосторожное действие неопытного охотника привело к гибели сотен людей. Удивительное и трагическое стечение обстоятельств. В итоге тигр из Чамповата убил 436 человек, став настоящим рекордсменом среди тигров по количеству жертв. Этот жуткий рекорд был зафиксирован в книге рекордов Гиннесса, навсегда оставив след в истории. Но ни львы, ни тигры не сравнятся со следующим гостем нашего видео – бегемотом. На видео одинокий бегемот выходит из воды и неспешно направляется к густой траве. В это время группа львов скрывается в кустах, наблюдая за ним. Хотя бегемот может казаться неуклюжим, он – одно из самых опасных животных в Африке. Львы, будучи опытными охотниками, понимают, что победить его будет непросто. Они начинают окружать свою жертву, готовясь к атаке. Первый лев бросается вперед, но бегемот оказывается на готове. Он резко разворачивается, разевая пасть и демонстрируя огромные клыки. Львы атакуют с разных сторон, пытаясь запутать бегемота, но тот не сдается. Бегемот отбивается, топча и кусая своих противников. Однако, как известно, численное превосходство часто берет верх. В этом случае бегемот принимает разумное решение – спасаться бегством. В процессе бегемота удается не только вырваться, но и убить одного из самых свирепых охотников стаи, перехитрив весь прайд. Этот случай ясно показывает, что даже целая стая львов не может сравниться с яростью голодного бегемота. Кстати, один из самых удивительных фактов о бегемотах – это их агрессивность и скорость на суше. Несмотря на массивное тело и кажущуюся медлительность, бегемот способен развивать скорость до 30 км в час. Это делает его опасным противником для любого из хищников. В дикой природе бегемоты часто вступают в конфликты не только с хищниками, но и с другими крупными животными, такими как крокодилы. Кстати, о крокодилах. Эти машины для убийств могут достигать 6 метров в длину и весить почти целую тонну. Чаще всего эти хищники просто безмятежно лежат в воде, только ноздри и глаза выглядывают на поверхность, наслаждаясь солнечными лучами. Однако их потребность в пище заставляет их регулярно покидать свое укрытие для охоты. Как же они это делают? Очень просто. Крокодилы подкрадываются к своей жертве, оставаясь практически незаметными, и внезапно нападают. Увидев антилопу или другое животное у берега, крокодил мгновенно выскакивает из воды и схватывает добычу, захлопнув свои челюсти, словно капкан. Затем он начинает вращаться в воде, разрывая плоть и поглощая большие куски мяса. Но, к сожалению, иногда жертвами этих хищников становятся и люди. Так, например, в индийском штате Гуджарат произошел ужасный случай, когда крокодил напал на 70-летнюю женщину. Хищник выскочил из воды и схватил Джавару Пармар за ногу, пока она стирала белье в реке, стоя в воде по колено. Это происшествие заметили двое местных жителей, которые немедленно начали звать на помощь. Пока они кричали, крокодил потянул женщину под воду. На помощь пришло несколько мужчин, которые сначала пытались напугать рептилию, ударяя по воде палками, а затем вступили в отчаянную борьбу с крокодилом, чтобы освободить женщину. Один из свидетелей снял эту драматичную сцену на видео. Истории о крокодилах, нападающих на людей, известны не только в наши дни. В древние времена на Мадагаскаре крокодилам приносили в жертву людей. По одному юноше и девушке каждый год. В одном африканском племени крокодилы даже исполняли роль судей. Если хищник не съедал обвиняемого, тот считался невиновным. Удивительно, но люди добровольно шли на такую проверку. Одним из самых жутких случаев нападения крокодила на человека стала трагедия 1944 года в Бирме. Во время Второй мировой войны, когда британские войска оттеснили японцев в мангровые болота, они услышали ужасающие крики, которые продолжались всю ночь. Когда рассвело, британцы отправились на проверку и обнаружили, что болота были заполнены крокодилами, которые всю ночь нападали на людей и разрывали их на куски. Из тысячи солдат выжили лишь 20. Так что лучше никогда не приближайтесь к местам обитания крокодилов. Но даже у крокодилов есть серьезные противники, например, питоны. Мы переносимся в таинственные болота и мангровые заросли Флориды, обиталища одних из самых грозных хищников на планете. Мутные воды этих болот стали свидетелями многих кровопролитных битв, но ни одна из них не сравнится с тем, что произошло в этом случае. На сцену выходят два опаснейших хищника. С одной стороны, аллигатор, славящийся своей мощной хваткой и неумолимой жестокостью. С другой стороны, питон, силач и коварный охотник, способный задушить свою добычу до смерти. Эти два хищника встретились лицом к лицу в водах болота. Питон спускается к воде, ощущая приближающуюся угрозу. Аллигатор, почувствовав его присутствие, готовится к битве. Он наносит первый удар, но питон моментально уклоняется от атаки и одним точным движением языка приостанавливает движение массивного аллигатора. Можно только гадать, что именно змея сказала, чтобы так резко изменить ситуацию. Была ли это угроза, вызов или просто шокирующее выражение мысли? Как бы там ни было, аллигатор, который ранее казался безусловным победителем, в последний момент ретируется, поджав хвост. Возможно, он ушел, чтобы продумать нападение для следующей встречи. Схватки между аллигаторами и питонами здесь не редкость. Оба хищника играют ключевую роль в экосистеме этих болот. Зарегистрировано несколько случаев, когда питон пытался проглотить крупного аллигатора, что заканчивалось трагически для обеих сторон. Питон лопался от перегрузки, а аллигатор умирал от удушения. Это яркий пример того, как жадность может стать пагубной не только для людей, но и для животных. Следующее животное, о котором мы поговорим, также представляет собой серьезную угрозу. Оно обладает косолапой, ой, колоссальной силой и смертоносными зубами. Истории о медведях, нападающих на людей, достаточно распространены, и одна из самых известных таких историй связана с Тимоти Тредвеллом. Тимоти, прозванный Человеком Гризли, провел 13 лет своей жизни, исследуя и снимая медведей в дикой природе Аляски. Он устанавливал лагеря в местах, где обитали эти хищники, и снимал их поведение, чтобы обратить внимание на проблемы загрязнения окружающей среды. Его приключения были запечатлены в документальном фильме Вернера Херцога «Человек-гризли». Если вы захотите узнать больше, после моего рассказа можно посмотреть этот фильм. Однако 6 октября 2003 года Тредвелл и его подруга Эми Гугенарт столкнулись с трагическим концом. Они стали жертвами нападения бурого медведя. Самое ужасное, что существует аудиозапись, где слышны ужасающие звуки борьбы. Если вы чувствительны к подобным материалам, я советую не искать эту запись. Через два дня после нападения следователи застрелили двух медведей, которые, по их мнению, были ответственны за трагедию. Один из них был массивным 28-летним самцом весом более полутонны. Но опасность представляют не только дикие медведи. Работники зоопарков также нередко становятся жертвами этих опасных животных. Например, в 2003 году в российском зоопарке «Уголок дедушки Дурова» медведь по имени Дадон напал на дрессировщика Умара Закирова. Когда Умар пришел кормить медведя, тот внезапно набросился на него и убил. Коллеги Закирова, находившиеся рядом, попытались его спасти. Но медведь, почувствовав кровь, впал в ярость. После расправы с Закировым он также серьезно ранил двух других дрессировщиков, Тимура Щедова и Владимира Сошина, которые, к счастью, выжили. Так что советую вам никогда не недооценивать хищников. Помимо крокодилов в воде, есть еще несколько серьезных обитателей. Например, косатки – удивительные млекопитающие, обладающие исключительным интеллектом и способностью к дрессировке. Эти хищники часто демонстрируют потрясающее взаимопонимание со своими тренерами. Даже самые опасные из них кажутся послушными. Однако идеальная картинка взаимодействия может внезапно разрушиться, и объяснение этому зачастую кроется в неэтичных методах дрессировки. Когда животных насильно подчиняют и издеваются над ними, они могут выжидать момент, чтобы отомстить. Так случилось с Дон Брэншо, 40-летней опытной дрессировщицей, чья жизнь трагически оборвалась. На протяжении многих лет Дон успешно работала с косатками, плавала с ними в бассейне, кормила их с рук и гладила, не замечая признаков агрессии. Однако однажды все пошло не по плану. Внезапно косатка схватила ее за волосы и потянула под воду. Публика в ужасе наблюдала, как разъяренное животное перемещало дрессировщицу по дну бассейна, рвав ее на куски за считанные минуты. Дон получила серьезные травмы – сломанные ребра, позвоночник и челюсть, которые оказались смертельны. Этот трагический инцидент напоминает о том, как опасно недооценивать диких животных. Даже самые долгие и доверительные отношения с ними могут обернуться катастрофой, если не соблюдать меры предосторожности и уважения к их природе. Наконец, расскажу вам еще одну очень поучительную историю. В марте 2016 года в Волгограде произошел инцидент, который стал напоминанием о том, что даже самые милые и, казалось бы, безобидные животные могут иметь свои особенности. Например, зубы. На первый взгляд эти низкорослые лошадки с очаровательными челками выглядят крайне дружелюбно, но табличка у вольера настоятельно предупреждала о необходимости осторожности. Однако предупреждение было проигнорировано, и одна из посетительниц решилась позволить своему ребенку войти в вольер к пони. Не оценив такую близость, пони разгневался и укусил мальчика запах. Ребенок получил серьезные травмы и потерял много крови, но, к счастью, медицинская помощь была оказана вовремя. Этот инцидент служит важным напоминанием о необходимости строго придерживаться правил безопасности при взаимодействии с животными, даже если они кажутся совершенно безобидными. Главное – всегда соблюдайте осторожность при контакте с животными. А с дикими животными лучше вообще не контактируйте. Но если очень хочется, то воспользуйтесь услугами профессионалов и съездите в сафари-тур. Но где взять деньги для этого? У меня есть кое-какое предложение для вас. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр!